Друзья, здравствуйте! Сегодня я продолжаю отвечать на ваши письма. Их поступает довольно много на мой блог, несколько сотен, но большинство являются сугубо персональными, либо вопросы, уже я ответил на них, просто люди ленятся почитать предыдущие ответы, даже зайти в архив видео, посмотреть, что там есть, и сдают одно и то же, там, 5, 10, 50 раз. Это, конечно, неинтересно. И второе, пишите ваши электронные адреса, когда задаете вопрос, я довольно часто просто даю ссылку, посмотреть это видео, и вы получите ответ на свой вопрос. Если адреса нет, то я не могу ответить. Сегодня мы рассмотрим вопрос, почему я все время опаздываю. Это какой-то процент людей все время живет в переживаниях на эту тему. Те, кто читал мои книжки по методике разумного пути, те улыбнулись, видимо, потому что они знают, откуда это взялось. У меня есть книжечка «Разумный мир. Как жить без лишних переживаний». И там довольно подробно даже, по-моему, эта ситуация разобрана. Она часто на наших базовых тренингах, либо в наших программах рассматривается. Ну, вот письмо. «Мне такая проблемка, я все время опаздываю. Стабильно на работу опаздываю минут на 15-20. Начальство немного ворчит, но не сильно. То есть жесткого прессинга по поводу опоздания нет. Ну, то есть не почтовый ящик, просто не организация, где хорошие отношения. Вроде бы пытаюсь пораньше встать, пораньше выйти из дома, пораньше ребенка разбудить. Но все равно, как будто внешние обстоятельства складываются таким образом, что все равно опаздываю. Вот, например, вчера вышел пораньше, пораньше ребенка садик отвел. Но в городе из-за пары аварий перекрыли дороги. И случился практически транспортный коллапс. Стояли все три главные дороги и не ходили автобусы. В итоге дошел на работу пешком и опоздал на минуту на 40. Хотя, если бы автобусы ходили нормально, я бы пришел вовремя. Подозреваю, что где-то в детстве было какое-то обстоятельство, которое показало подсознание, что надо опоздать, нужно или полезно, что-то, или так, или что-то. То есть автор письма Михаил, он трактует эту ситуацию как ситуацию, что он сам себе когда-то дал неправильный заказ, теперь этот заказ отрабатывается. Так действительно бывает, но в данном случае именно эта модель создания этой ситуации не работает. Работает совершенно другая модель. Те, кто читал мои книги, знают такое слово, как идеализация. Идеализация – это некая сверхценная идея, суть которой состоит в том, что я знаю, как должно происходить. И я стараюсь либо сам соответствовать этой идее, либо пытаюсь окружающих вогнать в эту идею. Ну, вогнать, заставить, объяснить. Сначала они понятно не понимают, тогда я раздражаюсь, начинаю на них через страх давить, кричать там. Либо, если я воспитанный, я давлю в себя это возмущение, но все равно я недоволен, я в борьбе, энергетика повышена, я бы пошел, пугнул этого человека, накричал бы на него, может быть, отлупил, но с тем, чтобы он стал лучше, красивее, умнее, честнее, порядочнее. Ну, на работу бы приходил вовремя, но не получается. Поэтому я в борьбе. То есть вот автор письма, он все время в борьбе, но единственное, что в борьбе не с мужем, не с женой, не с ребенком, а с самим собой. Он все время борется с собой, он хочет себя победить и стать таким, как ему хочется. А что лежит в основе этой борьбы? В основе лежит очень важная, хорошая, полезная идея, что на работу нужно приходить вовремя. Нужно быть ответственным человеком, может быть, в работе он очень ответственный, я не знаю. Но вот он себя оценивает, что я безответственный, потому что я нарушаю правила, доставляю недовольство окружающим, начальство морщится, говорит что-то, неудобно так. Вот. И ему хочется исправиться, он с собой недоволен, он находится с собой в борьбе. Он себя осуждает. Вот это ключевое слово, что я себя активно осуждаю, пытаюсь исправить себя активно. А тут включается некий процесс, который в моих книгах называется «Процесс разрушения наших сверхважных ожиданий», процесс идеализации, процесс разрушения идеализации, с тем, чтобы мы научились относиться к миру более гуманно, более спокойно и не тратить свою энергию на борьбу за то, что, в общем-то, бесполезно. Потому что он, я так понимаю, уже несколько лет находится в этом состоянии. Начальство уже привыкло. Да, оно морщится по привычке, но он знает, что с ним ничего нельзя поделать. И поэтому, собственно, работник он неплохой, поэтому начальство к нему относится спокойно. Ну, то же самое возьмем в любую другую ситуацию. Вы боретесь с мужем 5, 10, 15, 20 лет, чтобы он зарабатывал больше денег, чтобы он меньше занимался какой-нибудь ерундой, чтобы он помогал вам делать покупки, чтобы он еще что-то делал. То есть муж с женой борется, чтобы она поменьше разговаривала по телефону, чтобы она меньше общалась с родственниками, там еще что-нибудь. Все борются с родителем, все борются с начальником. Ну, с начальником там не очень поборешься, но он про себя в душе пыхтет и так далее. И каждый руководится самыми замечательными идеями, чтобы вот эта борьба, в основе всей этой борьбы лежит хорошая идея. Он должен быть лучше. Либо борьба с собой. Я должна весить меньше, я должна красивее. Получается, что самые наши замечательные идеи приводят к тому, что мы находимся все время в хронически раздраженном, недовольном состоянии. То есть мы недовольны с собой, мы боремся. То есть мы знаем, как должно быть, и мы не можем принять, как не должно быть. Мы хотим, чтобы что-то изменилось. В основе вот этого бесконечного переживания, бесконечной борьбы лежит самая замечательная идея, но идея относится к сверхважной идее, потому что у нас в голове лежат миллионы разных идей, которые не такие активные. И там, может, идея, что люди должны быть честными, люди должны быть ответственными, люди должны, так сказать, каким-то еще быть. И нас это не парит совершенно. А вот то, что приходить нужно вовремя, это почему-то парит. То есть эта идея, которую мы в себя загрузили, и в какой-то момент она, наверное, была энергетическая. Может быть, мы себя сильно осудили. Может быть, мы увидели, как другой человек опоздал и подвел окружающих. Мы себе сказали эмоционально, так нельзя, да что ж такое, нужно всегда вовремя проходить. Я не знаю, откуда берутся идеализации. До сих пор не сумел за 10 лет выяснить. Но суть в том, что эта идея, которая очень активная, все время она, как бы, наш внутренний взор направляет. Смотри, а вот тут вот неправильно. Смотри, вот тут неправильно. Смотри, вот тут неправильно. И человек все время на этом концентрируется и пытается это исправить. Но поскольку исправить невозможно, то в итоге получается вот это одно недовольство. То есть мы занимаемся суждением, мы судим, мы осуждаем что-то и начинаем с этим бороться. А раз мы боремся, нам это интересно, это драйв, это такое возбуждение, это энергетика. Это не то, что вот охарить мирно, расслабленно, совсем пассивно и ничего не испытывать. Это неинтересно. Нам хочется жизни, нам хочется активности, нам хочется немножко улучшить окружающий мир и самого себя, как часть этого мира. Поэтому мы все время сосредоточены на борьбе. Мы выбираем борьбу. Относительно выбирать просто мужа, такой, какой есть, или мужа, которого нужно исправить, мы всегда выбираем мужа, которого нужно исправить. Относительно жены выбрать такой, какой она есть, или жена, которую нужно исправить, мы выбираем ту, которую нужно исправить. И так далее. И начинаем вкладывать огромное количество сил, энергии в то, чтобы внести, выполнить вот эту замечательную функцию по трансформации окружающего мира. Ну, понятно, что поскольку борьба интереснее, чем спокойные отношения, поэтому нам нужно иметь основания для борьбы. И получается так, что мы все время привлекаем к себе ситуацию, в которой нам нужно бороться. То есть то, что мы судим, то, что мы осуждаем, мы бессознательно к себе притягиваем. То есть девушка, у которой есть суждение о том, что мужчина должен не пить, потому что у нее там папа пил или кто-то еще, она сказала, мой мужчина не будет пить. Она обязательно выберет себе мужчину склонного к пьянству или сразу слабо пьющего, она потом сделает из него сильную пьющую, чтобы нормально можно побороться. И так далее. Человек, у которого есть идеализация отношений, он знает, какие отношения должны быть, он, соответственно, не обязательно создаст ситуацию, когда окружающие поведут себя как-то не так, он погрузится в борьбу, почему они такие неблагодарные, бесчувственные, еще какие-нибудь, хамят, обманывают, подводят и так далее. В данном случае мужчина выбрал идею о своей ответственности, о том, что он должен выполнять обязательства, приходить на работу вовремя, и теперь он героически с ней борется. А то, что борется, то, с чем борешься, ты, можно сказать, своей силой, своей энергией борьбы наполняешь этой силой, и это возобновляется заново и заново. То есть победить почти невозможно. Те, кто борется своим весом, знают, что это такой процесс увлекательный, долгий, многолетний, но бесполезный, потому что можно достичь какой-то такой локальной победы, то есть вес сбросили, чуть задевались, он опять поднялся вверх, или наоборот, вы боретесь-боретесь, он еще больше увеличивается, еще больше нервничаете, он больше, еще больше увеличится и так далее. Существует шесть способов, которыми мы сами порождаем ситуацию, в которой наша идеализация разрушается. Один из способов заключается в том, что ты получаешь то, с чем борешься, ты все время оказываешься в этом. Или это, по-моему, четвертый способ, а первый способ говорит, что ты сам притягиваешь к себе то, с чем нужно бороться, и ты сам порождаешь эту ситуацию. Вот, собственно, мы в данном случае имеем как раз смеховую эту ситуацию. Он осуждает себя за то, что он опаздывает, и поскольку ему очень важно быть в этой борьбе, то складывается так, что пробки получаются, он попадает в какую-то ситуацию, его кто-то встречает, он забывает ключ, там ребенок заболел, еще что-то. Каждый день находится какая-то ситуация, которая вновь и вновь порождает в нем вот эту самую борьбу с самим собой. Хотя начальство уже привыкло, оно уморщится, но по привычке, но понимает, что человек хороший, но не может приходить вовремя, бог с ним, оно смирилось, а он не тратит нервную энергию на это. Если тратило, оно бы ему там пару выгородовое, уволило, но оно смирилось с этим. А он никак не может смириться, он должен быть хорошим, он должен быть позитивным, он сравнивает себя с неким образом ответственного человека, понимает, что он неответственный, несовершенный и, соответственно, с этим борется. То есть, если брать идеализацию, то это осуждение себя за опоздание, это называется идеализация, то есть привлечение своего несовершенства. Любое недовольство собой, длительное, затяжное, это указывает на свое несовершенство. Он находится в длительной борьбе. Он решил, что это он сам себе заказал. Да нет, не сам себе заказал. Имеющиеся с ним процессы, повторяющиеся. Это, собственно, процесс по разрушению его сверхценной идеи. И выход здесь только один. Выйти из борьбы, перестать осуждать себя, бороться с собой за то, что я опаздываю. Опаздываешь, опаздываешь. А дальше существует целый ряд приемов, как работать с идеализацией. То есть мы выяснили, что это идеализация своего несовершенства, проявленная в форме недовольства собой из-за того, что я не выполняю какие-то придуманные мной же обязательства. А дальше я в этой борьбе нахожусь долго. Я себя уже насуждал накопитель переживаний уже, может, 60-70%, может, 80%. Я все время собой недоволен. И выход из этой ситуации только один. Принять мир в лице самого себя опаздывающего, таким, какой он есть. Перестать себя за это осуждать. Но дальше, если открываете книжечку, там 9 способов работать с идеализацией. Наступи на идеализацию, используй позитивные утверждения, посмейся над собой. Ну и так далее. Там целая куча приемов. Запрети себе просто переживать и реагировать на это. Ну, то что можно порекомендовать Михаилу. То есть он должен понять, что это не заказ. Это процессы, которые порождает он сам тем, что он собой недоволен. То есть его задача – перейти в состояние довольства собой. А дальше уже, значит, если позитивное утверждение, ну, я знаю классику на эту тему, сказать себе. То есть негативная программа – я все время опаздываю, я плохой, я не могу прийти на работу вовремя. Позитивная программа – я все время прихожу на работу вовремя. Ну, то есть, а как вовремя? Я же не в 9, прихожу, а в 9.20, например, в 9.30. Ну, так это вовремя для вас. А для всех остальных – это какое другое время. Ну, может, им дома плохо, они с домом пораньше убегают. То есть я прихожу вовремя, а они припираются раньше. Это их проблема, а не моя. Вы переложили ответственность на них, все, оснований для осуждения нет. Вы расслабились, перестали себя с собой бороться, смотришь, и там наладилось. А не наладилось, то вы не паритесь по этому поводу, потому что никто, кроме вас, не парится по этому поводу. Можно в программу попробовать себя вложить в режиме эффективного самопрограммирования. Там я прихожу на работу вовремя. Я каждый день прихожу на работу вовремя. Но, поскольку вы насуждались, и там внутри вас сидит огромный энергетический заряд по отношению к вам, то нужно сначала убрать этот заряд, потому что позитивное утверждение, не на что надеть. Вот этот накопленный эмоциональный заряд осуждения себя, он просто отбросит новую программу, и там будет очень тяжело, если ее внедрить. Поэтому сначала включайте какую-то технику прощения себя. Эффективное прощение, если у вас со здоровьем нормально. Дышите. Я прощаю себя за то, что я опаздываю. А сначала я прошу прощения у себя за то, что я был недоволен собой, что я все время опаздываю. Я прошу прощения у себя за то, что я имел претензии к себе за то, что я опаздываю. Я прошу прощения у себя за то, что я все время попадаю в какие-то ситуации, когда я опаздываю. Ну, можно расширить немножко, если уж целевая тематика прощения себя, связанная с опозданием. Я прошу прощения у города за то, что он там создает мне пробки, которые опаздывают. Я прошу прощения у моего ребенка, что он заболевает, не вовремя я из этого опаздываю, я его осуждал. Я прошу прощения у автомобильного транспорта, у автобусов, которые я был недоволен за то, что они приходили, не вовремя я опаздывал. Ну вот, все, что сопутствовало вашим переживаниям, связанным с опозданием, попросите сначала у всего прощения. Потом я прошу, я прощаю автобусный транспорт за то, что он приходит как попало, я нервничаю, я нервничаю и опаздываю. Я прощаю автомобильное движение за то, что оно такое неорганизованное, пробки, я опаздываю. Я прощаю самого себя за то, что я, может, копошусь долго, значит, что-то делаю, не вовремя я опаздываю. Я прощаю, ну, что там еще у вас причина была, опоздание, вот все это попрощайте. Потом как бы, ну, это развернутая форма упрощения, вы понимаете. Там третий пункт у нас форма упрощения. Я забираю энергию всех переживаний, связанных с тем, что я опоздал. Я на работу из-за того, что я поздно пришел в автобус. Я прошу, я забираю всю энергию из моих переживаний, связанных с тем, что я опаздывал на работу, потому что были автомобильные пробки. Я забираю всю энергию из-за воспоминаний о том, что я опаздывал на работу, был недоволен собой, из-за того, что мой ребенок там заболел или что-то с ним произошло. Я забираю энергию всех моих переживаний, связанных с тем, что я что-то должен был сделать по дому и опоздал. Я забираю энергии из-за того, что я слишком копошился долго дома, никак не посмотрел на время и опаздывал. И так далее. Вот все, что припомните, за все заберите энергию. Четвертый пункт, если помните, это я стираю все воспоминания о том, что я переживал, когда опаздывал из-за позднего прихода автобуса. Я стираю все воспоминания о том, что я переживал из-за того, что я долго копошился дома и опаздывал на работу. Я стираю все воспоминания из-за того, что я попадал в пробки, сильно переживал, опаздывал на работу. Я стираю все воспоминания о том, что я сильно переживал из-за того, что еще какие-то обстоятельства, припомните, проводили к тому, что я опаздывал на работу. Я стираю все воспоминания моих переживаний, когда я опаздывал на работу. То есть, вот там тоже 10-15 раз может быть найдено. Следующий, пятый пункт. Если помните, впредь я даю себе обязательство, начинайте программировать себя. Спокойно относиться к тому, что я прихожу на работу либо в время по расписанию, либо, значит, позже. Значит, я запрещаю себе эмоциональное реагирование на ситуацию, когда я прихожу на работу позже основного срока. Я доволен любым развитием событий. Я доволен любым временем моего прихода на работу. Я благодарю начальство за то, что оно спокойно относится ко мне. Я посылаю ему любовь, заботу и благодарность. Я снимаю все переживания впредь, запрещая себе любые переживания по поводу того, что я прихожу на работу позже 9 часов, например, и так далее. И дальше уже вслед можно добавить еще некое количество позитивных утверждений. Я прихожу вовремя на работу, но уже позитивное программирование пошло. Я так организую свое утро, что я всегда прихожу на работу вовремя. В мое нормальное время приходит на работу 9 часов, и все складывается так, что я прихожу туда вовремя. Это уже программирование пошло. Во время разных повторений формул прощения явно будут какие-то телесные реакции, где-то что-то болит, ломить будет, колоть. Вы дальше не идете, вы останавливаетесь, начинаете повторять эту формулу прощения и выдыхать энергии на выдохе в то место, где болит. Все эти процессы, понятно, если здоровье позволяет, если вам меньше 45 лет, и у вас нормально здоровье, то в режиме интенсивного дыхания. То есть дышите. Сначала 3-4 минуты дышите, как в видеотренинге эффективное прощение себя. А затем начинаете, когда перешли в некое трансферс состояние, начинаете вот эти все формулы повторять. Их сначала нужно записать на бумажечке, чтобы не придумывать по ходу. И сначала недельку поработаете, стираете суждение, потому что за один раз явно не сотрете. А потом начинаете уже позитивное утверждение, тоже с дыханием закладывать в себя. Я думаю, недели через 2 ситуация разрулится, и у вас все будет автоматически складываться так, что вы будете приходить вовремя. Ну, а если вы будете опаздывать, то вам это будет до фонаря. Вы будете к этому относиться спокойно, вы не будете с этим бороться, потому что боретесь только вы, никто больше не борется. Остальные к этому привыкли, для вас это проблема. Проблема уйдет. Пришел вовремя – хорошо, молодец. Пришел на 20 минут позже – да нет проблем, господи, никого это не волнует. Задержусь на работе на полчаса больше. Все. Начали работать, и ваши переживания ушли, энергетика поднялась, у вас силы вместо борьбы с собой пошли на созидание, вы стали более производительными, стали более эффективными сотрудниками. Вот такой путь борьбы с любой идеализацией примерно. Мы, в данном случае, рассмотрели идеализацию своего несовершенства, но это может быть идеализация отношений, идеализация разумности поведения людей. Идеализация контроля, там, крики, вопли, авторитарность, там, идеализация денег, переживаний, что на такие деньги жить нельзя, любая другая. Вы с этим поработали, вы сняли осуждение, вы вышли из борьбы, вы очистили тело от накопленных переживаний, энергетика побежала по телу, смотришь, глазки сверкали, и то, что раньше забирало много сил, энергии, теперь перестает вас совершенно волновать. Оказывается, силы появились для того, чтобы идти на пути созидания. Вот, соответственно, вперед, если это деньги, то, пожалуйста, видеотренинг «Легкие деньги» прошли и движетесь вперед. Но вот, прежде чем двигаться вперед, всегда нужно убрать то, что вас тормозит. А тормозит вас это вот повторяющееся переживание, повторяющаяся ситуация, когда вы боретесь за что-то замечательное, но никак не можете победить. То есть за свою идеализацию. Успехов вам на пути в разумление, улыбок, энергии и огромных свершений.